Приветствую дорогие подписчики и друзья на моем канале Завадский Фуд Студио Сегодня я вам покажу два способа приготовления стейка В принципе способ то один И просто две разные сковороды и просто два разные стейка Мы будем сегодня жарить рыбай стейк И это сирлойн стейк Я не знаю как эти стейки называются по-русски, мы живем в Америке Я могу вам точно сказать, что рыбай стейк более мягкий, более жирный, более нежный Сирлойн тоже очень хороший и это просто все на любителя Он конечно немножечко такой более можно сказать жесткий Но если правильно приготовить, он тоже получается очень хорошо Сирлойн стейк я буду жарить на вот этой сковородке ребристой чугунной И чуть-чуть доводить его в духовке Ребай мы будем делать на обычной сковороде Включаем нагрев Включаем так и все авокадовым маслом Его очень хорошо держит температуру, 500 фаренгейт И очень полезное само по себе органиковое масло Наши сковородочки уже достаточно хорошо прогрелись Поэтому начинаем жарить наш стейк Успокоим его Вот такой вот красавец Один килограмм, где-то и двести грамм И отправляем наши два стейка Ребай стейк Каждый стейк приблизительно по 650 грамм Сейчас мы перевернем наш стейк На другую сторону Каждый стейк прикрыzust Таким скоро мы отправим здесь этот стейк в духовку, а этот будем доводить уже на плите с семьяном, с розмарином, со следующим маслом. Сейчас мы можем его присолить. Один разочек. Сейчас будем отправлять этот стейк в духовку. Добавим кусочек сливочного масла. Сейчас взял сверху. Пару мешочек розмарина. Вот этот стейк в семьяном. У нас получилась красивая фактура и решеточка. И это мы все отправляем в духовку. Для этого нужно 15 минут заходить. В тем временем здесь мы все будем в духовку. Переворачиваем. И снимаем наши два стейка. Немножечко отдыхать. Буквально 5-6 минут они должны полежать. Покуда наши стейки отдыхают, второй стейк у нас доходит в духовку. Мы сейчас замаринуем лук. Очень быстрый и простой способ маринования. Ограниченное в плане места, где это все делается. Поэтому я не буду нарезать. Я используюсь вот такой вот машинкой. И делаю колечки. Колечки мы рукой распределим. Немножечко. Немного это присолим все дело. Добавим сахара. И добавим уксус. 5% И немножечко водички. У нас будет маринованный лук. Готов буквально через пару минут. Водичку мы естественно эту сольем. Можно еще добавить немножечко, сбрызнуть это оливковым или авокадовым маслом. Добавить немножечко приправы с ума. И немножко также можно добавить укропа мелкопорудливого. Тогда он приобретает особый и интересный вкус. Наши стейки отдохнули. Прошло 5 минут. Мы обратно продолжаем езжать. На этот раз мы добавляем сливочное масло. Добавляем сливочное масло. Добавляем. Добавляем в наш. Наш изливочный. Добавляем. Наши розмарин сельнялки, перемешаем под крышечку и доводим наши стейки. Стейки мы будем делать медиум-медиум-эр. Пока наши стейки готовятся и доходят здесь, мы подготовим наш лучок и доведем его на бумагу. Нарубим немножечко укропа. Здесь мы все перемешаем. Добавим сюда укроп. И добавим приправу сумаху. Немного. Я готовлю для себя и для семьи, поэтому и мешают руками. Вы можете одевать корчатку и так далее. Наш лучок готов. Нужно его переложить в другую посуду. Наша масло тоже растворилось. Зелень напитала масло. Оно все должно с ним пожениться. И, соответственно, мы немножечко добавляем сюда губчиков чеснока. Свежий. Это все по вашему желанию и усмотрению. Но, кстати, я готовлю стейк всегда. И это мой рецепт. Проверим их гадание. Наш чесночок соприкасался с маслицем. Чтобы оно должно быть ветром и ароматом. Все время мы стейка можем еще раз перевернуть. Требет, напитанную маслом, можем положить уже сверху. Чесночек доходит в духовке. Еще осталось буквально немножечко, они вам не покажут. В финальный раз переворачиваем наш стейк, накрываем травками и через одну минутку можно уже подавать. Все, наш стейк готов. Потратили на этом всего лишь в общей сложности порядка 15 минут. Наши стейки. Они немножко отдохнут и я сделаю надрезы, покажу как они выглядят. Так, наш стейк отдохнул немножечко, теперь мы его финально присолим. И можем прорезать. Вот смотрите, он получился у нас, как я и говорил, низиум рэр. Ну и естественно нужно попробовать кусочек. Нежнейшее, ароматное говядье. Отличный стейк. Время нашего стейка в духовке, теперь мы попробуем его. Отличный стейк. Время нашего стейка. Отличный стейк. Отличный стейк. Наш стейк такой вот сочный красавица. Он немножечко полежит, отдохнул, и мы разрезаем, также вам покажем, что у нас получилось. И уже положим его на релку. Наш стейк немножечко отдохнул, сейчас мы его разрежем и покажем, что у нас получилось внутри. Вот как я и обещал, тоже получился медиум. Шикарный результат. Вот он, сочный. Ну, стейк уже готов. Настало время попробовать. Соответственно, пробовать мы будем с нашим маринованным молоком. Ну и кто любит с кетчупом, кто-то любит с Вольфестер соус. Я люблю с A1 соус. Это, мне кажется, сегодня лучший соус для стейка. И, мне кажется, лучше ему замены нет. Ну и соответственно, в паре очень хорошо работает. Всегда бутылочки хорошего вида. Но, в данном случае, это Мола Кабуца, где у Фиджи и Ториенска. Настало время пробовать наш стейк. Я, пожалуй, присяду за стол и попробую наш второй стейк. Сервой. Получился превосходно. Попробуем наш лучок. Лучок просто сказка. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. Нажимайте колокольчик. Будьте друзья здоровы. До новых встреч. До новых встреч.